Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих. С вами Александр Шадов, осьминог бесконечности. Сегодня мы с вами обсудим одну мою статью, которая называется «Русская идеология». Собственно, в чем претензия? В чем основная претензия этой статьи? Дело в том, что Россия и русская культура, в общем-то, очень сильно напирают на национализм. Практически вся она пропитана национализмом. У нас это и русский дух, и русское бытие, быть русским, что мы избранный народ, и так далее, и так далее. Все это встречается в литературе. Ну ладно литература, литераторы очень редко попадаются умные, очень редко, очень мало умных литераторов. Но в философии, когда это встречается повсеместно в русской философии, это просто ужас, честно говоря. То есть, я серьезно себе не представляю такую серьезную философскую страну, в которой главным философским вопросом является вопрос национальный. Нет такой страны. Англичане, английские философы не рассуждают о том, что значит быть англичанином, насколько хорошо быть англичанином. Они эмпирические методы разрабатывают, логические методы разрабатывают. И разрабатывали все это время русские философы. Это не основной их вопрос, нет. Французские философы чем занимались? Тоже методологией науки занимались, в том числе методологией, вообще в принципе, методологией просвещения, свободы, политики, этики и так далее, и так далее, и так далее. У них тоже есть национальный элемент, но без него не обходятся в принципе вообще. То есть, нет такой страны, в котором вообще нет национальной философии. Но это нигде больше вот такое вот не является национальным философским вопросом. Из развитых стран, конечно. Россия определенно страна развитая. Действительно единственная развитая страна, в которой национальный вопрос постоянно понят. Герман-немецкая философия, там какой главный вопрос? Тоже теория познания, допустим, начиная с Канда, либо абсолютный дух Гегеля. Да, что еще у нас есть? Хайбиггер. Хайбиггер был нацистом? Был. Но это тоже не основной вопрос его философии, между прочим. Вот у нас получается, что у России национальный вопрос впереди. И только вот в одной стране, в Германии, вот небольшой кусочек времени, национальный вопрос тоже был самым главным. Это во времена правления нацизма. Гитлеры и так далее, и так далее, и так далее. Тогда плодились как раз вот мыслители, которые занимались такого рода философией. Вообще, очень забавно, что приходится говорить вот в таком контексте, что Россия сравнивается именно с нацистской Германией. Русская философия сравнивается с философией нацистской Германии просто потому, что у нас есть просто колоссальный перевес в сторону национального. Ну, не может быть адекватной философии, которая перевес в сторону национального. Вопрос, причем этот поставлен крайне глупо. Сравнение одной страны, России или даже целого союза стран СССР с развитой половиной мира целиком, это безумие. Это определенный безумие. Мы не можем так делать. Мы не можем делать еще и утверждать, что у нас какой-то выдающийся мировой статус, какой-то сверхдержавый. У нас уровень жизни очень высокий, ну, чуть выше среднего, живем. Жить можно. Тоже можно сказать и про образование, и про науку. Ничего определенно выдающегося. И в искусстве тоже почти ничего выдающегося. В итоге нет в России, в нашей России сейчас. Ну, из известного, из популярного, Россия не умеет отбирать хороших авторов, а она отбирает националистов и нацистов. Самое же обидное, что русские действительно способны на большее. Им просто нужно как бы перестать заниматься этим национализмом странным. Мы возьмем, например, какой аспект первый. Первый аспект духовный. Это русская душа. Скрепы. По-моему, ни одна страна в мире не выводит отдельно какую-то свою особенную душу. Нет никакой особой русской души-то, собственно, нет никаких скреп. Русские-то не самые грустные какие-то люди. Это не самые глубокие люди. Русские обычные мужики. Вы видели обычных русских людей? Обычные люди. Ничего выдающегося ни в хорошую, ни в плохую сторону у них нет. Это не какие-то магические, я знаю, глубоководные создания, как у Дугина. Русский. Русский человек. Широкий. Нет, вот это все чушь. Вот это все абсолютный бред. Нет, это не имеет никакого отношения к реальности, никакого отношения к реальному русскому человеку, крестьянину, либо рабочему. Очень довольно-таки поверхностному. И русская элита не глубока. Вот в чем проблема. Это наивная, поверхностная, метафизичная какая-нибудь ерунда. Да, вся русская элита, она довольно-таки поверхностная, особенно та, которая напирает на национальный компонент. Это просто несерьезно рассуждать о таких вещах, как русская душа, скреп, это не просто несерьезно. Это антиправославное, это антихристианство в прямом смысле. Это очень странно, да. Очень часто говорят, что в России есть оригинальная русская философия. Правда, когда я читаю русских религиозных философов, то я сразу вспоминаю архаичную структуру и вижу взаимосвязи со средними веками. Основная проблема в том, что наши русские религиозные философы и рядом не стоят со средневековыми философами Европы. Это проблема. Причем они поднимают те же вопросы чаще всего, но решают их по-философски вообще никак. Опираются на эмоции, на какие-то, на Достоевского, на Толстого, вот эти вот цитаты, на вот этих вот людей, которые ничего не доказывают. Достоевский ничего не доказывает в своих работах. И как можно на него опираться? Почти все русские философы на него опираются, так или иначе, особенно религиозные. Вердяев, Соловьев, вот это вот, Соловьев мне опирается. Я сейчас заболтался, да, Соловьев мне опирается. Но все равно получается очень глупо. Все очень глупо. Как и не удивительно, что Геббельс восхищался творчеством Достоевского, потому что мы там видим национальный элемент в его творениях. Мы видим, как Достоевский развышает русских. И это странно, определенно странно. Впрочем, вернемся к философии, а не к билетристике. Многие признают, что русская религиозная философия это единственное уникальное явление в русской философии. Да, действительно, потому что у нас есть разделение. У нас вообще еще один важный философский вопрос, кто мы. Кто мы, мы западники, либо мы слаганофилы. То есть, реально, сто лет решали, кто, кто бы, кто бы. Мы будем косить под Запад, воровать у Запада, либо будем, собственно, православие развивать. Это же детский вопрос. Это совершенно вопрос, который не бьет отношение к философии, к реалии. Именно поэтому я думаю, что в России философии не было. Вот, прочитайте, например, книжку Мамлеева «Россия вечная». Он тезис за тезисом повторяет догматичные высказывания происшественников. Но это действительно сумасшествие. Посмотрите, вот вы встречаете в России вечные все клише, которые были у Достоевского, которые были у Соловьева, которые были у Бердяева. Вы встречаете все вот эти вот клишированные националистические мотивы. Это отвратительно. Мамлеев же он не только писатель, он еще и философ. Впрочем, да, я большим уважением, например, отношусь к русскому космизму и к учению Лосева. Мне думается, что два этих направления смогли сделать нечто важное для мировой философии. Ну, то есть, действительно, Россия что-то сделала и могла сделать в разы больше, если бы не доминирование вот этого национализма, особенно философии. Именно поэтому я считаю, что русской философии нет. Но есть единичные русские философы, которые в исключительных случаях пробивались через толщи религиозные и прочие банальности, царившие в Российской империи, СССР и даже современной России. Я думаю, что мы должны работать в этом направлении и продвигать людей, которые развивают не национальную философию, не православную философию, не религиозную философию, не философию марксистом и ленинизма, а людей, у которых есть свои оригинальные учения, свои оригинальные взгляды на мир, потому что всю историю России их просто задвигали на задние планы и никакого, в общем-то, уважения к ним не проявляли. Россия как мировой полюс по отношению к западной культуре. Вот этим утверждением нередко грешат евразийцы, потому что у нас есть два полюса. Есть запад, западная культура, главой этого полюса является США, конечно, и Россия, как еще отдельный такой полюс. Это тоже нелепая постановка проблемы. Это действительно очень странно. Россию трудно сравнить с одной страной, с одной европейской страной ее трудно сравнить. Даже по количеству людей не всегда это может быть сделано. Также очевидно, что культурно Россия не является полюсом. Просто у Дуки, например, Россия, это восточная страна, и она возглавляет восточные страны. Но мы, если посмотрим, то русская культура намного ближе к западной, чем культура Древнего Дальнего Востока и Индии. То есть Россия по отношению к Дальнему Востоку и Индии, это западная страна, определенно. И говорить, что она возглавляет Восток, это определенно глупо. Но почему мы можем оправдать Дугина в данном случае? Потому что имеется разделение на западную и восточную церкви. Ну и по церковному критерию, в общем-то, делает деление. Продолжаем. Вообще следует того, что если можно указывать на какие-то полюса в области культуры, то следует говорить прежде всего о полюсах Запада и Востока. Но Восток неоднороден. Индия отличается от Китая очень сильно. Также у нас есть еще и ислам, ислам как Восток, есть Африка. Африка, в Африке вообще какие-то уникальные культурные явления есть. О каких полюсах идет речь-то вообще? Какой Запад, какой Восток? Совершенно все это непонятно. Это настолько притянуто за уши. И самое плохое, что люди некоторые в это действительно верят и видят, что Россия это полюс западному миру. Но в любом случае, любая поляризация, даже если мы признаем, что Россия встюж-восточная, какая-нибудь страна. Но это абсолютно глупое тоже утверждение. Любая поляризация нашего мира на два лагеря это гиперупрощение. Выделение России как некому полюсу, так вообще откровенная глупость. Россия не самая сильная, даже восточная страна. Куда еще и с Западом дотягаться? Можно говорить о некой поляризации в политическом контексте, но таковая имела место только в эпоху СССР. Будет разобрана ниже. Это да, великий русский язык. Язык русский невеликий, в нем много слабых сторон. Вообще во всех языках есть свои слабые и сильные стороны. Это просто надо учитывать. Нет никаких великих языков, есть хорошие языки, качественные. Английский, русский, немецкий, санскрит и так далее, так далее, так далее. Японский, китайский, все это хорошие, качественные языки. А есть языки, которые более ограничены. У всех хороших языков есть свои ограничения. Есть те моменты, которые на одном языке труднее выразить, чем на других. Например, в английском языке 12 времен. С помощью этих времен мы можем довольно-таки просто выражать сложные какие-то временные процессы. А в русском языке для выражения тех же самых процессов нам понадобится значительно больше слов. Это минус. Это минус, заложенный просто в систему русского языка. И это плюс, вот этот вот плюс, который есть в системе английского. Также в английском есть много других плюсов и минусов, конечно. И в русском то же самое. Говорить о каком-то великом, особом русском языке немыслимо. Глупо. Даже очень глупо. Ну, опять же, обратим внимание на сложность русского языка. Сложность его для обучения. На громождение правил, большую часть из которых можно просто убрать. Особенно пунктуационных правил. Пунктуацию можно зачистить просто наполовину, и все будет отлично. Понимание текста никак от этого не исказится. Мечты о лучшем языке, как бы, да, тоже это нацистская такая черта. Мы хотим быть лучшей нацией. Вот у нас лучший язык. Идеальный язык. Но это не так. Нет смысла опускаться до уровня национального поклонения собственному языку. Я так считаю. Великая русская литература. Да. Из всех сферкультуры русские больше всего гордятся своей литературой. Видимо, потому что она написана на великом русском языке. Ну, что смешно. Конечно, великий русский язык. Было показано, что русский язык не такой уж великий. Теперь можно показать, что русская литература не самая лучшая литература на свете. Опять же, постановка вопроса, понимаете, она очень странная и глупая. Когда мы говорим о том, что русские самые умные, самые глубокие писатели, это чушь, конечно, тоже полная. А в основном она основана на том, что русские просто не читают иностранные книги. Ну, или читают иностранные произведения значительно после того, как они прочитали произведения русские. Например, какой-нибудь филолог нередко начинает вчитываться в иностранную литературу уже в зрелом возрасте. А в школе, на протяжении всего своего интеллектуального становления, он изучает подавляющуюся только русскую литературу. Это очень плохой перевес. Это очень плохой перевес, который заставляет людей думать, что вот у нас прекрасная русская литература и лучше нигде нет. Литература нормальная, но лучше есть. Есть и лучше. Экскурс здесь будет, конечно, довольно короткий. И речь идет о том, что в России вообще долгое время не было литературы. То есть, русская литература явление сравнительно недавнее. То есть, система русской литературы появилась значительно позже системы западной литературы. То есть, получается, что мы сравниваем одно явление, явление которому, допустим, тысячу лет, и другое явление, которому лет 300. И пытаемся сказать, что вот это явление, которому лет 300, оно лучше, чем то, которому тысяча. Ну, может быть так. Конечно, так может быть, но вряд ли. Вряд ли, вряд ли, вряд ли. Один из первых поэтов в России, это Ломоносов. С Экспиром его разделяют два века. С Данте четыре. Притом, никто не считает Ломоносова светилом русской поэзии. А Шекспир и Данте для своих регионов таковыми являются. Светила русской поэзии Пушкин. Это еще прибавляет нам век, как бы. Вы понимаете, какие колоссальные расстояния. Вы вообще должны понимать, что сделал Ломоносов для литературы. Он взял немецкую технику стихосложения. Перенес ее на русский язык. Достижение? В мировом искусстве это не достижение. Это вот, ну, ничто. Ну, плевать, но у русских появилась литература, наконец-то, благодаря немцам. Так как бы так можно воспринимать? Так и адекватно воспринимается вообще-то, по сути. Да, появилось. Но для России это достижение. Потому что до этого литературы не было. То же самое и с Пушкиным. Но Пушкин, в том числе, занимался переводами и копированием чужих текстов, по сути. Он переписывал сказки. Он переписывал стихи по стилю, по крайней мере, может быть, не абсолютный плагиат. Но настолько точная адаптация, что... То есть, вот, да, Пушкин намножил большое количество произведений. Это не творчество. Это не достижение в литературе. Это не достижение в мировой литературе. Но это достижение для русской литературы. С другой стороны. Мы не можем говорить о великой русской литературе. И, по крайней мере, еще даже во время Пушкина. Потому что шел активный процесс плагиата, адаптации, интерпретации западного творчества. И Пушкин, ну, как западник, как вообще человек, который был очень образован, знал языки. И сам с творческими способностями, судя по всему, особенными не обладал. Он как раз занимался вот этим, вот, переработкой. Это великая работа, по сути. Но про нее не говорят. Говорят, что Пушкин все сам делал, все сам придумал. Вот не понимают люди вот эти вот разграничения важных. И как это все происходило на самом деле. Придумывают себе кумиров из ничего. И это печально. А, так. Да. Все это мы уже сказали. Да, мол, русские писатели, это не просто билетристы, а мудрецы и психологи. Да. Возьму, как пример, лучшего русского писателя, прошлого Достоевского. Не такой, что он и психолог. Так как он использует не столько собственные наблюдения. Очевидно, опирается на христианскую антропологию. Включающую в себя дуализм человеческой души. Ну, то есть, у нас есть внутри дьявол, есть внутри ангел. Есть что-то плохое, есть что-то хорошее. И между этим определенно хорошим православием, то есть, и определенно плохим, то есть, всем, кроме православия, человек и функционирует. Рассмотрим историю Раскольникова. Раскольникова, он сначала, он плохой такой штырнерянец, такой еще показан, он крайне карикатурно, его размышления крайне глупыли в том плане, что, ну, они не очевидны. Видно, что Раскольников больной на голову человек. Это не интеллектуал, который сам придумал эти мысли. Это не Штырнер, а, собственно, не Макс Штырнер, который, собственно, да, был эгоистом. Который все это доказывал четко, у которого в голове была адекватная концепция. И который не убивал главные старушек. Стоевский показал его злодеем и убийцей. Еще и сумасшедший блест ко всему, то, что видно по рассуждениям. А потом, да, происходит, собственно, искупление. Искупление в этом романе, и вот тогда, когда вот его душа приходит ближе к священному православию. Вот такая у нас психология. С другой стороны, у нас на Западе есть Виктор Гуго. Тоже психологический поэт. Он писатель, да, писатель. Тоже психологический писатель. И он пишет очень хорошо. С точки зрения психологизма. Главное, достоверно. Он пишет именно достоверно. Он не опирается на христианскую антропологию. Даже местами ее оспаривает. Это больше достижение психологизма, на мой взгляд, чем у Федора Михайловича Достоевского. Это чисто мое мнение, конечно, в данном случае. Мне просто очень странно видеть, что Достоевского считают психологом большим. Или еще больше философом. Философ, который не предложил ни одной оригинальной идеи. Да, это потрясающе. Ну, мы можем вечно говорить о глупости, собственно, величайшего русского писателя Федора Михайловича Достоевского. О том, что он был милитаристом. О том, что он хотел, чтобы мы не завоевали Константинополь русский. Потому что православное государство. И мы должны, собственно, владеть православной столицей. Он ярый националист, антисенит и православный фанатик. Вообще очевидно, что этот человек больше по духу созвучен с нацизмом, чем тот же Ницше. Которого считают основатель одним из идейных предтечей. Мы вообще должны понимать, насколько все эти оговорки очень сильно влияют на гениальность самого Достоевского. Я считаю, что он, конечно, достойный писатель. Он достойный. Но он не настолько достойный, как многие его мнят. Это вредный писатель, прежде всего. Это вредный писатель с уникальным своим писательским стилем. За это его можно оценить. Но за идейную составляющую его оценить безумие. Ценить его за психологию тоже довольно странно. Потому что там есть определенные натяжки. Причем сам Достоевский крайне болезненный писатель. Тот человек, который читает только одного Достоевского. Он практически равноценен человеку, который читает только одного Кавку. Представьте себе человеку, который не читал ничего, кроме Кавки. Или не любит ничего, кроме Кавки. Представляете, какое у него самочувствие-то внутреннее будет? Пробедительно то же самое с Достоевским. Это человек, который умножает плохое самочувствие. Умножает плохие психологические позывы. Вот такой он психолог. Да, та же самая ситуация с Толстым. Он тоже не был мудрецом. У него довольно-таки придурковатые и непосредовательные взгляды. А тексты написаны в крайней степени не лаконично, нудно и неинтересно. Есть куда более интересные русские писатели, чем Толстой. Чехов, например, значительно лучше. Но самое главное у нас писатель это Достоевский и Толстой. Просто потому, что они нацисты. Оба, к сожалению. Мы уже затронули тему плагиат зависимости. И вот у нас один из самых главных и первых плагиаторов Александр Сергеевич Пушкин. Но я замечу, что этот плагиат выполняет очень важную роль для становления России русской культуры. Говорить, что Пушкин творец, очень странно. Потому что он просто копирует. Он очень много копирует. Он очень много повторяет и интерпретирует. Это хорошо для России. Но плохо для самого Пушкина как творца. Чистого творца, который занимается творчеством. Который создает новые произведения, новые смыслы. Но, в общем-то, Пушкин для нашей культуры, он был необходим. Ломоносов. Они оба были необходимы, без них просто ничего бы не было. Мы бы не смогли за буквально 200 лет преодолеть путь от абсолютного отсутствия литературы. К тому, что мы практически приблизились к литературе Западной с помощью плагиата и повторения. То есть выучили, выучили, как можно творить. Это было полезно. Но потом, потом, наш главный вопрос. Наши главные действия должны были заключаться в том, чтобы на основании полученных вот этих вот трудов, вот этой информации, на основании всего этого фундамента колоссального, начать заниматься творчеством. Да. Вот это, вот в этом был секрет. Но проблема в том, что русские не заметили, что все, там был плагиат. Там было очень много плагиат, а русские не читали, просто западных авторов много. И это вызвало большую проблему. С одной стороны, читатели русские, они просто не понимают, какой плагиат, где у Пушкина плагиат, как так можно, где у других авторов плагиат. А потом мы смотрим сказка о рыбаке и рыбке. Братья Грим. Потом мы смотрим, я, как это называется, памятник возник себе нерукотворный. Это вообще просто цитата поэта Гримского. Потрясающе. И так далее, и так далее, и так далее. Мы можем просто бесконечно продолжать перечислять, где Пушкин воровал, где Пушкин делал похоже. Все вот эти вот фонтаны бахчисарайские, кавказские пленники, которые вообще написаны в жанре мыльной оперы, так скажем. Это же все очень банально. Да и это всегда было. Это было в литературе уже много лет, много-долго до него. И Пушкин всю эту литературу читал, где это все было. Это фактически известно, что он читал всю ту литературу, на которую его тексты в итоге стали похожи. Но это все равно хорошо. Это хорошо. Он хорошо повлиял. Короткие сроки. Мы прошли реально многовековой путь развития западной культуры с помощью обыкновенного повторения. Только вот проблема в том, что мы сейчас занимаемся тем же самым повторением. У нас сценицы писателей, которые пишут тексты, похожие на бестселлеры. У нас сценицы музыканты русские, которые просто повторяют то, что было на Западе. Советские писатели, поэты, я не знаю, и авторы песен. Они копировали и мотивы, и тексты с Запада. Сейчас это открывается постепенно. Сейчас мы уже больше знаем о плагиате. За всю историю России. И это очень печально. Это прискорбно. И прискорбно, что люди, которые занимаются плагиатом сейчас, они как-то прославляются. Да, еще один забавный пункт гордости России – это православие. Ну, православие – это просто не русская религия, по сути. Это западное явление, во-первых. Римская империя разделилась на двое, и церковь тоже разделилась на двое. Основной язык православия – греческий. Опять же, важно понимать. И православие в Россию пришло сравнительно поздно. То есть Россия не является ни источником православия, ни главной страной православной. Это одна из православных стран. Одна из православных стран. Ну, почему бы и нет. Вообще христианство, оно интернациональное. Вообще, у христианства есть интернациональные тенденции. Есть, например, аврамические религии, религия, религия, иудаизм. Вот там национальный характер очень важен. Вот это как раз национальная религия – евреи. Там вопросов нет. Она изначально, собственно, в Библии изначально прописана. Что вот евреи, избранный народ, избраны они Богом. И все, все отлично. У евреев все отлично складывается. Христианство же действует обратно. Это уже такая религия, в которой допускаются все. Допускаются евреи, допускаются черные, белые, китайцы, русские, украинцы, не знаю, американцы. И все могут попасть в христианство. Все могут стать католиками. Все могут стать православными. Все могут стать протестантами. Ну, то есть, христианство просто интернациональное. И это надо принимать. Это один из основных столпов христианства. Это его отличие от иудаизма. Это его достижение. Важнейшее достижение. Когда какой-нибудь Достоевский говорит, что мы должны завоевать Иерусалим, что Россия – это лидер православных стран. Это все очень натянутая. Это откровенная ложь, даже можно сказать. Когда Дугин тоже сам говорит, что это ложь. Это неправда. А, также нужно понимать, что русские – это неизбранный Богом народ, потому что в Библии и так нигде не написано, между прочим. Евреи могут на это претендовать. Кстати, вот русский антисемитизм, как раз можно объяснить вот этим, то, что русские из-за своего национализма культурного в итоге как бы очень сильно хотят претендовать на роль евреев. И являться избранным народом только уже в православии, но это абсолютно антиправославно. Это антихристианство. Ну, нельзя. Вот таких авторов, которые говорят, что русский – избранный народ, их просто надо признавать еретиками. И не знаю, что сейчас с еретиками делают христиане, но, в общем-то, отучить от церкви определенно надо. Потому что они говорят глупости. Даже в парадигме христианской. Это антиправославие. Да, славные победы русских в СССР. Ну, здесь мы кратко разберем, к сожалению. Можно было бы еще подробней. Почему мы должны понимать, что русские – не единственный народ, ходивший в СССР. А тут как-то странно тоже получается. У нас большое количество народов в стране. И входило еще больше народов. И это не только славянские народы, как бы. А почему-то выделяются русские. И у нас даже в гимне СССР были именно русские выделены. Это забавно, это странно. Это национализм определенно. С учетом того, что СССР – это интернационал. Почему-то в интернационале все нации равны, кроме русских. Русские равни получались. Очень-очень-очень неправильно. И нечестно, даже в рамках СССР, и в рамках концепции коммунизма, это неверно, это плохо так считать. Неправильно. Но абстрагентность от этого факта, конечно. Рассмотрим величайшие победы. Так, что у нас есть? Сразу заметим, что все победы были добыты ценой поражений. Не будем фокусироваться на больших поражениях СССР, потому что об этом написано много всего. Это и репрессии, и голоды, и периодические аварии. Да, в России произошло, в СССР произошло две самые большие аварии, связанные с ядерным топливом. Одна в 50-х годах, в 50-х, и потом Чернобыль. Если русские, вы говорите, были не готовы к Чернобылю, ну, а что можно назвать тогда подготовкой, если была третья по уровню в мире катастрофа в России, в СССР тогда? Как и были не готовы? Уже была самая, ну, на тот момент, на 50-е годы, это была самая большая авария в мире. Потом Чернобыль. И до Фукусимы, собственно, СССР по своим авариям занимала первое и второе место. И опять же обратим внимание, как произошла авария на Фукусиме. Сначала было самое мощное землетрясение за всю историю в Японии. Еще цунами ударило, в общем-то, по электростанции атомной. И только это привело к второй по значимости катастрофе такого рода. Только вот это. Ну, только вот так японцев смогли сломать, да, землетрясение и цунами. А русских просто все взрывается почему-то. Ну, прекрасно. Отлично. Поражение, поражение, радиации, расстрелы митингующих рабочих, повсеместная бедность, уничтожение гуманитарной сферы. Ну, вот огромное количество проколов, так скажем. Ну, конечно, можно посоветовать было бы правителям СССР более как-то уравновесить, гармонизировать систему, чтобы гуманитарная сфера получше была. Чтобы не уничтожали, не уничтожали авторов, поэтов, писателей, которые были не за СССР. Ну, что ж тут поделаешь, что было вот так вот. С другой стороны, важно обратить внимание на плюс СССР. И самого тиражируемого. Победа в войне, полет в космос, изобретение ядерного оружия после США, спортивные достижения, а также лучшие в мире образования и наука. Почти все это либо бесполезно, либо достигнуто ценой невероятных жертв, либо просто миф. Советская пропаганда извратила все, и в итоге это стало предметом гордости для русских. Начнем с очевидного. Изобретение ядерного оружия и лучшие в мире образования и наука. Секреты изготовления ядерного оружия были украдены США шпионами-ротенбергами. Да, просто украли, не изобретали. У нас не было достаточных средств и мозгов, чтобы изобрести ядерную бомбу. Гуглите, гуглите, ротенберг, и все, узнавайте про них. Лучшие в мире образования и наука, это мифы, я это разбирал в другой статье. Спортивные достижения и полет в космос оказались абсолютно бесполезны. Особенно спортивные достижения. Много сил вложено, много денег потрачено, результата нет. Полеты в космос тоже самое. Сейчас есть более эффективные способы передачи информации, чем спутники какие-нибудь. Ну, спутники есть у американцев. Вообще, все, как бы, все, что делало СССР, это относительно бесполезно даже для науки. И это сейчас признают даже академики наши, русские. Можете посчитать об этом тоже, здесь есть информация. И это лишь следствие противостояния СССР и США. СССР пытался соревноваться с США в тех областях, в которых можно было бы не соревноваться и сделать жизнь людей значительно лучше. Ну, вот так и получилось. Также обратим внимание на войну. Война? Война. Война, война, война. Очень сильно мифологизировано. Во-вторых, русские обычно не учитывают второй фронт. Вообще, поливать на второй фронт. Вообще, абсолютно наплевать. Ну, а, подумаешь. Подумаешь, Гитлеру приходилось воевать на втором фронте. Ерунда. Мышь победили всех. Мышь самые крутые. Мышь самые лучшие. Еще забывают, что, вообще-то, США воевали с Японией, между прочим. Ну, неплохо так воевали. А что бы было, если бы японцы имели возможность зайти с тыла в СССР? Как бы это вообще все происходило? Мне, например, это интересно. Скорее всего, это было бы очевидное поражение, поскольку русские были бы зажаты между молотом и наковальней. Да, они не учитываются вообще в истории Советского Союза почему-то. Не делаются акценты на реальное политическое положение. А потом какие-нибудь совки жалуются на то, что вот неправильно, неправильно американцы знают историю. Хотя мы точно так же неправильно знаем историю. Это все примеры радикального национализма русского народа. И это все плохо. Это неправильно. СССР и Америка как два политических полюса. Обратим внимание, что приоритеты СССР были расставлены довольно странно, а потому о реальной поляризации говорить не стоит. В некоторых областях мы пытались дотянуть до США, но зато абсолютно полностью забивали на другие области. Вплоть до того, что происходили голодовки. Вплоть до того, что, не знаю, образование проседало просто в некоторых областях до нуля. Но зато физикам было хорошо, например. Физикам было неплохо, инженерам было неплохо. И деньги они хорошие даже получали по меркам СССР. Причем, что у нас коммунизм, как бы бы стремились коммунизм к равенству зарплат и так далее. Но были избраны свои. Это смешно. Еще один смешной тезис это Россия как место единения Запада и Востока. Опять же, непонятно, как Россия объединяет Запад и Восток. У нас нет практически ничего от китайской культуры. Китайская культура в России никак не представлена. Отнес. От индийской культуры у нас только буддизм. И то у тех народов, которые не представляют никакой большой силы. Также у нас есть ислам. Но то же, что с исламом на протяжении всей истории России происходило. Что русские делали с москвами, в общем-то, всю историю практически. Да, да, да. Воевали с ними. Очень сильно их принижали и притесняли. Отлично. Замечательное смешение. Место единения. Западная культура в русской представлена активно. Восточная не представлена практически никак. Даже так скажем. Восточная культура лучше представлена в западной культуре, чем в русской. Потому что в западной культуре есть Шопенгауэр, например. Есть Шопенгауэр. Есть Ницше. Ницше тоже на него повлияли восточные тенденции. Также есть огромное количество авторов, на которых Восток действительно повлиял. И русских среди них почти нет. Ну, русских именно, вот, исторически русских. Вот, ну, до нас. Как мы видим, русский обыкновенный народ, который может похвастаться рядом достижений, но и провалов. Да, русские редко являлись как и лучшими, и даже независимыми никогда не являлись. Осознание последнего не позорит русских, а лишает их отвратительнейшей для любого народа черты безумного и слепого национализма. От которого нужно отказываться, по-моему. Кроме того, осознание своей настоящей роли во всей мировой истории может помочь в определении будущего нашего народа. Русские следовали за Европой на протяжении последних многих веков. В некоторых сферах мы можем разорвать эту связь. То есть, не обязательно, ну, то есть, разорвать все связи с Европой. И не обязательно, как бы, делать вид, что, ой, нет, 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 мы никогда, никогда не были связаны с Европой. У нас особый третий путь, особый третий путь, нет, не говорите нам, не говорите ничего. У нас третий путь, третий путь развития, нет. Нет, нет третьего пути развития, пока нет. Но мы можем его сделать. Если у нас появится такая цель, сделать третий путь развития, мы должны осознать, что сейчас мы не производим ничего третьего, ничего отдельного, ничего продающегося. И уже из этой парадигмы действовать, действовать и создавать. И для этого нам нужно развенчать все ложные мифы националистические, развенчать национализм, создать нормальную философию, ту философию, которая не будет основана на национализме, в котором не будет вот этих вот нацистских поток везде, где не будет вот этих мифологических избранных русских, где не будет, не знаю, смешения Востока и Запада в России, где не будет вот этой всей ерунды, которая никак не обоснована. То есть у нас только тогда появится возможность стать действительно великим народом, мыслящим народом, народом с прекрасными писателями, которые не только выделяются своим хорошим уникальным стилем, как Достоевский, но еще и интеллектом достаточно высоким. Как Гёса, например, или Гёте, или не знаю кто-нибудь, Данте, тот же интеллектуал, тот еще, Шекспир, тот еще интеллектуал. Почему на Западе есть такие великие люди, а в России почему-то мы пытаемся ссылаться на людей, похожих на них, но при этом не являющихся такими вот творцами большими. Надо их производить, надо способствовать воспроизведению таких вот людей. Патриот в итоге не тот, кто слепо дохваливает свою страну, а тот, кто, осознавая ее недостатки, готов работать над ними и совершенствовать мир вокруг себя. Для этого нужно отказаться от очевидно поверхностной и даже смешной идеологии, сравнимой с каргокультом. Когда русские перестадут охваливать себя и восхищаться каждым своим движением, тогда можно будет говорить о настоящем совершенствовании. Восьмикратно с вами прощаюсь, с вами был Остминок Бесконечности, до свидания. Остминок Бесконечности Остминок Бесконечности Остминок Бесконечности